МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Красной зоне эпидопасности оказались уже семь областей и столицы. А в некоторых регионах свободных коек в инфекционных отделениях нет. Он становится более сильным, более агрессивным и более заразным. Появление в Украине мутированного штамма стало причиной новой вспышки коронавируса. Теперь в стране восемь красных зон. Сегодня этот список пополнила Сумская область. Главное отличие британской версии ковид-19 – тяжесть течения болезни. Это подтверждает исследование новых мутированных штаммов. И заболевание, вызванное такими штаммами, протекает более тяжело. Локдаун. Не стоит ожидать, что прекратится распространение вируса полностью. Замедлится распространение вируса, что очень важно сейчас. Ограничения красной зоны в столице начали действовать еще в субботу. Закрыли торгово-развлекательные центры, а рестораны и кафе работают только на вынос. А вот метро и наземный общественный транспорт киевская власть решила не останавливать. Сейчас он курсирует с наполненностью не более 50% мест. Людям приходится подолгу ждать на остановках. Очень плохо. Это неправильно. Вообще маршрутки тоже заполнены. Люди же не будут стоять на зубинках, они идут на маршрутку. А на маршрутках забыто и лезут. Карантин есть, карантин. Сейчас локдаун в Киеве. Надеемся, что скоро мы победим эту хворобу. Усиленный карантин во Львове продлили до 4 апреля. За последние сутки в городские больницы поступило 63 пациента, а выписали только троих. Чтобы справиться с потоком больных, в городе развернут временный госпиталь на базе помещений медицинского университета. Каждое лишко на Балу Солота. Мы сегодня рассчитываем. Я понимаю, что мне нужно в день 40 лишков. Матр вильный. Сегодня в вашем крае матр 60. Если будет такая динамика, то завтра, после завтра может быть 80-90 в день. По поручению президента Украины, правительство совместно с органами местного самоуправления разрабатывает механизмы поддержки бизнеса и людей в красной зоне. Елена Дидух, Юлия Биль, Новости Украины. Старт второго этапа вакцинации от коронавируса. С сегодняшнего дня прививку можно получить не только через мобильные бригады, а и в специальных стационарных пунктах. Сколько их будет и кого на этом этапе будут прививать в первую очередь, мои коллеги расскажут. Семейные врачи, сосработники и люди старше 80 лет. Во время второго этапа вакцинации Минздрав планирует привить от коронавируса 2,5 миллиона украинцев. Для этого в стране откроют новые стационарные пункты. Только сегодня более полумиллиона. И это только начало. Всего в рамках второго этапа вакцинации мы плануем разгорнуть больше 2,5 тысяч пунктов щеплень. Все эти пункты щеплень, они расположены по территории всей страны. И они будут разгортаться после того, как будут надходить новые партии вакцин. Ко второму этапу иммунизации приступили еще на прошлой неделе в Винницкой области. Прививки делают семейным врачам и другим сотрудникам медицинской первички. Второй этап вакцинации против COVID-19 стартовал и в Херсонской области. На Херсонщине тревает вакцинация против поширения коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области щеплено 5,480 осев. С начала кампании по вакцинации в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили больше 111 тысяч человек. Один медик прошел полный курс иммунизации. Получил две дозы вакцины. Лидер по темпам вакцинации – Донецкая область. Станом на сегодня щеплено более 9 тысяч осип, 9 тысяч 14 осип. Вакцина роздана как мобильным бригадам, так и на темчасовые пункты щеплення. С сегодняшнего дня дозволено проводить щеплення, відповідно до дорожньої карты. А вот в Киеве еще в трех областях – Львовске, Хмельницка и Кировоградске – за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Такую ситуацию в Минздраве объясняют недоверием украинцев к вакцинам. Хотя безопасность препарата от компании «Астразенека» доказана множеством исследований. И подтверждена Всемирной организацией здравоохранения. Если говорить про эффективность безопасности использования вакцины «Говишел», то мы видим, что тою самую вакциною вакцинировались премьер-міністр Великой Британії, премьер-міністр Франции. Ті заяви щодо, або зареєстрованные САЯ, щодо побочных эффектов у виглядя тромбозов, вони, як вважають експерти и ЕМА, и Всесвітнюю організацію охорони здоров'я, не пов'язані з вакцинацією. І тут хотілося б зазначити, що кожного року в світі помирає від тромбозів більше 10 мільйонів людей, а кожного дня більше 1600. До конца марта в Україну поставят ще около мільйона доск «Говишел» до. Кабінет міністра в Україну в ближайшее время создаст фонд, который будет выплачивать компенсации в случае осложнений при вакцинації от ковид. Светлана Сыч, Арина Кантынистова, Янина Лебедева, Новости Украины. На 100% эффективна. Вакцина от коронавируса британсько-шведской компанией AstraZeneca гарантированно защитит от тяжелого течения болезни. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных в США. Ковидшилдом продолжают перевиваться европейские лидеры, в Таиланде проводят испытания собственного препарата, а ученые Всемирной организации здравоохранения озвучили версию происхождения коронавируса. Подробности в материале моих коллег. 100% эффективность в случае тяжелого течения коронавирусной болезни. Таковый результат тестирования вакцины AstraZeneca в США, обнародованный пресс-службой компании. В исследовании приняли участие почти 32,5 тысяч человек. При этом, по словам представителей компании, чем старше человек, тем эффективнее действует препарат. Таким образом, промежуточный результат третьей фазы исследований вакцины в США показал статистически значимую эффективность, равную 79% в профилактике симптоматического COVID-19, а также стопроцентную эффективность противодействия тяжелому или критическому течению болезни и госпитализации. Примечательно также, что тестирование вакцины выявило 80% эффективность для людей старше 65 лет. Препаратом AstraZeneca сегодня привился президент Литвы Гитанос Науседа и премьер-министр Ингрида Шамоните. Они вакцинировались публично в одной из поликлиник Вильнюса. Ранее в стране приостановили использование AstraZeneca, однако президент Литвы настаивает, что этот препарат, равно как и остальные, разрешенные в ЕС, эффективный и надежный. А премьер страны подчеркивает, лидерам необходимо развеивать слухи и непроверенную информацию. Возможно, у кого-то и остались сомнения, но у меня их нет. Я всегда говорила, что буду ждать своей очереди на вакцинацию, соблюдая все правила. Однако после напряженной ситуации на прошлой неделе мы решили, что нужно развеять сомнения и слухи, что лидеры якобы прививаются какой-то вакциной получше. Мы выбрали препарат AstraZeneca и только что привились им. Таиланд начал испытания на добровольцах собственной вакцины от COVID-19. Тайский препарат разрабатывают в государственной фармацевтической организации в сотрудничестве с факультетом тропической медицины местного университета. А с ноября прошлого года власти страны вели переговоры о производстве на территории королевства вакцины AstraZeneca. Начиная с июня в течение 2021 года производитель Siam Bioscience планирует выпустить 200 миллионов доз препарата. Самое важное то, что мы обеспечиваем полный производственный процесс с начала до конца. Это будет препарат, полностью принадлежащий нашей стране. Это не передача технологии откуда бы то ни было. Это наша разработка. И таким образом мы развиваем как производство вакцины, так и всю систему здравоохранения Таиланда. Вадим Крамер, Новости Украины. Восстановление экономики и реформы, которые сделают Украину более привлекательной для иностранных инвесторов. Эти вопросы обсудили сегодня президент Украины и президент Европейского банка реконструкции и развития. Встреча Владимира Зеленского и Адиль Рено Бассо состоялась в офисе главы государства. Он отметил, что ЕБРР для Украины один из основных стратегических финансовых партнеров. Сейчас это очень важно показать и всем странам, что несмотря на ковид, мы его обязательно победим. Независимо на ковид, жизнь продолжается. Поэтому еще раз хочу сказать welcome. Украину и ЕБРР связывают действительно долгие отношения. Большие проекты важных, которые вкладывает Украина душу. ЕБРР вкладывает веру и деньги. Поэтому для нас эти отношения с вами, мы считаем вас одним из стратегических финансовых партнеров. Бороться с теневой экономикой в Украине будет Бюро экономической безопасности. Законопроект о его создании подписал президент Владимир Зеленский. Подробнее о функциях нового бюро рассказал в эксклюзивном интервью глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Это не какая-то просто служба, это орган, который может преследовать, может расследовать преступления, может осуществлять все следственные действия необходимые. За что ни возьмись, какую вы отрасль не возьмете, начиная от торговли топливом, заканчивая торговлей алкоголем и производством алкоголя, вы посмотрите, что все эти отрасли пребывают частично в тени. Не для того, чтобы какие-то дельцы не зарабатывали на уклонение от налогообложения, а деньги получал государственный бюджет и тратил их на пенсионеров, на учителей, на врачей, и нужен такой силовой орган, который будет работать на страну, а не на себя, как это, к сожалению, происходит сегодня. Народовласть и прямая демократия. Законопроект о местном референдуме с сегодняшнего дня и до 11 апреля доступен для общественного обсуждения на сайте Верховной Рады. Голосование на местных референдумах даст возможность территориальным общинам, к примеру, выразить недоверие местному совету. А вот вопросы, касающиеся бюджетов или тарифов на оживительно-коммунальные услуги, выносить на местные референдумы нельзя. Что делать, когда устал жить в съемной квартире, а проценты по ипотеке в банках слишком высоки? На помощь в такой ситуации приходит государство. Программа правительства «Доступная ипотека 7%» поможет решить вопросы с жильем. Как статьи участникам, расскажут наши корреспонденты. Дякую. Виталий вас. Дякую. Оформление документов, подписи и Илья – уже счастливый собственник квартиры. Ну, счастье. Чудо просто какое-то, если честно. Вот. Ну, самые приятные эмоции. Молодой кардиохирург работает здесь, в Институте сердца, в Киев. Из Горловки он переехал 7 лет назад, после начала боевых действий. Все это время парень снимает жилье. В 2014 году я, будучи еще студентом медицинского университета Донецкого в связи с началом войны на Донбассе, с оккупацией украинских территорий, стал вынужденным переселенцем. Пришлось, можно сказать, в 2014 году все начинать с чистого листа. Врач утверждает, мысль о том, чтобы купить квартиру, не покидала его с момента переезда. Для меня, как для переселенца, у которого свое жилье осталось на неподконтрольной украинской территории, этот вопрос был вдвойне актуальным. Недавняя инициатива правительства помогла воплотить планы Ильи в жизнь. Речь о программе «Доступная ипотека 7%». Она выдается на срок до 20 лет. Участник программы должен отвечать нескольким критериям. И на момент погашения займа ему не может быть более 70 лет. Принять участие в государственной программе «Доступная ипотека под 7% речных» могут быть клиенты, у которых на данный момент нет житла, которые имеют стабильный щемесячный доход на протязи пів року. Тщательную проверку проходят не только получатели ипотеки, но и состройщики. Акредитовывается по данному программу продажа имущественных прав под недвижимость. И дома, которые подходят также к критериям программы, должны быть на сегодняшний день введены в эксплуатацию либо строящиеся, но не в ближайшие три года. То есть на данном моменте это не ранее 2018 года. Однако и тут есть свои нюансы. Чтобы купить квартиру у уже одобренного застройщика, у нее должна быть конкретная жилплощадь. Нормативная площадь жилья – 50 квадратных метров на одного гражданина или семью из двух человек. И дополнительные 20 квадратных метров на каждого ребенка. На других родственников это не распространяется. При этом максимальная сумма кредита – 2 миллиона гривен. Сейчас ипотечные займы выдают 8 банков. В Министерстве финансов уже подводят первые итоги. В Министерстве финансов считают, что в этом году доступную ипотеку смогут получить 5000 семей. А в будущем году количество заемщиков планируется увеличить. Данила Кобза, Илья Крепак, Сергей Савчук. Новости Украины. Химический раствор, специальная пленка и высокое давление. Рисунки и надписи Костойра оставили протестующие. На здании офиса президента стереть не так легко, говорят в клининговой компании. Работы по восстановлению фасада офиса президента продолжаются с воскресенья. По предварительным оценкам убытки составили 2 миллиона гривен. Бонус к пенсии с помощью современных технологий. 67-летний музыкант из Винницы подзарабатывает уличной игрой на баяне. А отблагодарить его можно через QR-код. Много ли денег перечислили музыканту? Прохожие расскажут мои коллеги. На первый взгляд Александр Иванович ничем не отличается от других вининских уличных музыкантов. Но когда берет в руки свой баян, обязательно завораживает всех прохожих. А затем удивляет распечаткой банковского QR-кода. Это додаток, это моя пенсийная карточка, и туда люди добавляют грошей, кто сколько хочет. Вирусы не передаются через электронику, а каждый платит так, как ему удобнее. Удобный способ оплаты оценили многие прохожие. Идеи с QR-кодом Александра Ивановича что подсказал сын, он тоже баянист. А оформить и распечатать помог внук, пианист. Он и проверяет дедушкин счет. Было очень неочековано, оскільки такого ироничного не было. За несколько дней пару сотен, сотен пять, семь перераховали. Александр Иванович и до пандемии гастролировал с уличными концертами по европейским странам. Там давно используют кассовые аппараты, говорит музыкант. А если будет криптовалюта, то готов принимать от прохожих и ее. В Лондоне тоже очень мало людей имеют криптовалюту. Там раньше еще было так, что вуличные музыканты имели кассовый аппарат. Англичанин проводил карточку и переводил ему в гроши, но не меньше десяти фунтов. Если будут биткоины, то буду брать биткоины. А вот дома Александр Иванович предпочитает быть подальше от диджитализации. Он любит отдыхать у камина, а вечерами переводить сочинение Баха на нотную грамоту для баяна. Арина Кантонистова, Виталий Демец, Новости Украины. Желаю и вам всегда идти в ногу со временем. И прощаюсь до следующего выпуска новостей, которые всегда вы можете найти в соцсетях. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин